Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Транспортную проблему не решают. Платные парковки заполонили весь город. Ямы занимают проезжую часть. Жители поселка Южный жалуются на плохие дороги. Как отдыхать лучше родители о плюсах и минусах системы организации каникул. Предлагают отменить платные парковки рядом с соцучреждениями. Законодательным регулированием вопроса теперь займется областная дума. Если решение депутатами все же будет принято, поправки вступят в силу с нового года. О том, что платные парковочные зоны создавались в городе бессистемно, не один раз говорили автомобилисты. Какие законы нужно знать тем, кто хочет оставить авто в центре и как вызволить машину со штрафстоянки, не заплатив ни рубля. В нашем следующем сюжете. В центре города мест, где бесплатно можно оставить машину, практически не осталось. Чтобы лишить автолюбителей еще одной такой территории, зону вокруг торгового центра «Малина» превратили в пешеходную. Рязанцы оказались этому не очень рады. Вы-то ощущаетесь, что идете по пешеходной зоне или все-таки нет? Судя по количеству машин. Ощущаю, что пешеходная зона не останавливается. Не скажу, что могут сбить, но порой приходится ждать некоторое время. Потому что часто ходим в торговый центр, работаем недалеко здесь. Иногда, да, бывают неудобства. Вот, например, дружно перемещаемся. И с этой стороны «Малина», и с другой стороны, со стороны «Перекрестка» довольно-таки проблематично. Но что делать в этой ситуации водителям? Многие приезжают по делам, а оставить машину негде. Здесь много рабочих мест. Соответственно, я доставщик в работу. Мне нужно сюда заезжать. Получается, что нельзя. Других вариантов нет. Здесь работаем, и машина на разгрузку, и все, сюда машины приходят. Здесь и рестораны, и все. А вот на улице Чапаева платную парковку сделали там, где она не востребована. Сейчас часть пик, но здесь нет ни одной машины. Сделав платную парковку на улице Чапаева, не учли, она занимает одну из полос. Если она будет заполнена в тот момент, когда здесь случится ДТП, движение на улице фактически будет парализовано. Ситуация не лучше на улице Праволыбецкой. Даже платных парковочных мест не хватает. Автолюбители вынуждены оставлять авто у желтых линий и на улице Ленина, где остановка запрещена. Сейчас мы превращаемся в какое-то гетто, когда ни на одной из улиц мы толком не можем найти место, где можно припарковать машину. Понятно, что, повторюсь, кто-то зарабатывает на этом деньги, но основная масса рязанцев считает, что здесь идет нарушение прав. И то количество мест, которое указано, оно должно соответствовать платным парковку, какое-то количество бесплатных парковок. У нас, получается, со временем хотят весь город превратить в платное парковочное место. Совет юриста, если вы не смогли воспользоваться безналичным расчетом и оплатить стоянку при помощи СМС или банковского приложения, а машину эвакуировали, идти в суд. Такое дело можно выиграть. Потребитель сам выбирает форму оплаты, в частности при оказании услуг, наличными или безналичным расчетом. То, что происходит в городе Рязани, данные устройства не позволяют опускать либо монеты, либо купюры. И это говорит о массовом нарушении прав потребителей при оказании услуг парковок. О чем думали представители администрации, я не знаю. Возможно, решение сделать бесплатными места у соцучреждений частично решит проблему. Однако нет гарантии, что в городе не появятся новые платные парковки. К тому же, если дороги в Рязани оставляют желать лучшего, до сих пор остается открытым вопрос, на что же идут заработанные за счет автомобилистов средства. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спортсмена-паралимпийца из Рязани Андрея Сачкова врачи ОКБ вернули в большой спорт. Ему сделали сложнейшую операцию с использованием артероскопических технологий. Сейчас еще идет реабилитация, но молодой человек уже потихоньку возвращается к тренировкам. Глядя на этого улыбчивого, открытого человека не верится, через что он прошел. Возможности у Андрея Сачкова действительно безграничные. Сейчас молодой человек находится в резерве паралимпийской сборной России по легкой атлетике. А когда-то он с легкостью стал кандидатом в мастера спорта по гребле на байдарках и каное. Учился и работал Андрей в Москве. Все изменилось в 2010 году, когда он приехал на выходные в Рязань. Обычный поход на пляж стал началом трагедии. Как говорит сам молодой человек, неудачно нырнул. В итоге сломал шею и у него парализовало верхние и нижние конечности. Врачи прогнозов тогда не давали. Единственное, мы сказали, что сделали 1%. Остальные 99% зависят от него. В самые безрадостные моменты Андрею помогали родителям, сестрам и друзья. Друзья, когда полгода я там сидел дома, не хотела выходить на улицу, вывозили меня в кафе посидеть. Сначала же появляется у нас такой менталитет в России, то, что на инвалидской коляске показывают пальцем. Ну, все равно это есть. Не то, что как за границей, когда мы бываем, это по-другому. И поначалу были, конечно, такие прям комплексы. То, что ты неполноценный, как будто тебя презирают. Но вот благодаря друзьям, то есть они вывозили потихоньку, там начались и дискотеки, и кафе, и кино. То есть я езжу, и путешествую, и футбол посещаю. Сейчас Андрей ведет обычный образ жизни. Работает на двух работах спортсменом-инструктором. Купил квартиру, общается с друзьями. А самое главное, встретил свою любовь Наталью. Романтик по натуре увидел ее и сразу все понял. Первый раз, когда было такое, то, что как по щелчку, так все. И я не думал, что реально может быть такое, что мы будем встречаться и будем вместе. Ну, добивался, добился сейчас четыре года вместе. Андрей заряжает всех вокруг позитивом и жизнелюбием. В этом году он посетил четыре игры чемпионата мира по футболу. Открытие, когда Россия играла против Саудовской Аравии. Матчи Германия-Мексика, полуфинал Хорватия-Англия и финал. Он признается без родных и близких. Он не смог бы осуществить все задуманное. Два года назад Андрей получил еще одну травму. Во время тренировки он ударился локтем. Последствия оказались серьезными. А оказалось, что кусок кости отлетел, и он застрял у меня промеж сустава. И когда руку сгибаешь-сгибаешь, он трется. И сустав начинает стираться у меня. Операцию провел врач областной клинической больницы Александр Ольчев. Сейчас Андрей постепенно возвращается к тренировкам. Это история о силе духа, характера, непрерывного развития и преодоления. У Андрея есть три мечты. Чтобы родители были здоровы. Хочет создать свою семью и вернуться в спорт. Андрей на своем примере показывает, что жизнь сбивает нас с ног. Но только нам решать, сможем ли мы подняться. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Невозможно передвигаться на авто. Страшно переходить улицу. Жители поселка Южный пожаловались на плохие дороги. И там ямы занимают всю проезжую часть. На месте побывала Галина Кудряшова. Эта дорога – единственная связь жителей дома номер 46А на улице Кутузова с Большим миром. По ней нужно пройти на остановку, по ней в магазин, по ней же в гости. Однако дорога больше похожа на грунтовую. Ведь под слоем грязи и земли асфальт угадывается с трудом. Местные жители говорят, что капитального ремонта здесь не было около 40 лет. Не чистится ничего абсолютно. Единственная тропа, вот она вот так вдоль автодрома. Вот это вот там у нас ступенечки. Это просто карикатура. Жить в городе и когда все ходят уже в туфлях, мы ходим, не знаю, дома и в сапогах. Когда начинается таяние снега, это вообще ужасно. Это сплошные лужи, сплошная грязь. Ольга Охромкина, мама троих детей, признается, что самое тяжелое время – это зима. Ведь тротуара нет. И если летом с коляской можно пройти по бровке стадиона, то в холодное время года снег никто не убирает. С маленьким ребенком приходится выходить на трассу. Машина едет, кто в сугроб, если водитель нормальный, он уступит, пробегаешь как-то с коляской. Если нет, то как бы пытаешься сама в сугроб зайти. Когда-то дом был общежитием многопрофильного колледжа, затем его передали городу. Жители оказались на отшибе и разобраться, кто должен благоустраивать территорию, не могут до сих пор. Постепенно начали появляться заборы. Колледж уже оградил территорию около центрального здания и автодрома. Люди боятся, что следующий забор появится у стадиона. Обращение к депутатам дало противоречивые результаты. Первое письмо жители направили в Единую Россию. Написала, было все в письменном виде. Пришел ответ, что якобы запланирована наша дорога в бюджет города Рязани 2015-2020 год. Тишина. Не так давно, ну, наверное, где-то в сентябре я обращалась в ЛДПР. Тоже пришел ответ, что дорога, оказывается, у нас принадлежит нашему техникуму. Год два назад приезжал Ковалев, тут нам немножко засыпали, сказали, что сделают. Дорогу, ну, так и не сделали. Зимой, я верю, не скорая, не сюда не могут проехать. Не такси. Не такси. Такси сюда не едет. А между тем дорога становится все хуже. Большие и маленькие, глубокие и мелкие. Ямы здесь можно встретить на любой вкус. А вот проехать и не влететь хотя бы в одну из них не получается даже у старожилов. Дорог вообще нету. Каждую неделю баллоны все клеим и клеим с этими дорогами. Хотелось бы к лучшему, чтобы по быстрее дороге сделали. Пока жителям везет, в этом году осень выдалась сухой. Но что будет зимой, они боятся даже представить. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани огласили приговор пьяному водителю, который приехал на автомойку. Его задержали благодаря бдительным сотрудникам. Какое наказание он получил, узнала наша съемочная группа. Машина изъята как вещественное доказательство. Именно на ней подсудимый приехал на автомойку. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники мойки сразу вызвали ГИБДД. Свидетели отмечают, что нарушитель вел себя вызывающе и сопротивлялся при аресте. Сейчас мужчина на скамье подсудимых. Его обвиняют по статье 264 Уголовного кодекса. Прошу суд в соответствии с статьей 660 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания и участии характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие отягчающих наказания. Сам подсудимый вину признает. Более того, во время следствия он активно помогал в проведении расследования. Ну, раскаивались, что так совершил. Больше плет не повторится такого всего. Адвокату возражать сложно, ведь нарушение снято на видео. Единственная просьба – учесть смягчающие обстоятельства. Мой подзащитный ранник уголовной ответственности не привлекался, но учет в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит. И назначить ему минимально возможное наказание, предусмотря санкции данной статьи. Страна обвинения просит назначить наказание в виде 200 часов обязательных работ и на два года лишить нарушителя права управления транспортным средством. Суд просьбу удовлетворил в полном объеме. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Изъяли 40 тонн незаконно произведенной алкогольной продукции. Совместными усилиями региональных управлений ФСБ России и МВД России пресечена работа подпольного цеха по производству форсификата. Подробности далее. Работали на подпольном спиртзаводе уроженцы государств ближнего зарубежья, в том числе находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Во время осмотра здания было обнаружено 40 тонн спиртосодержащей продукции без специальных марок, две автоматизированных линии и 106 тысяч пустых бутылок. Изъятые переданы в территориальное подразделение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Образцы продукции направлены на экспертизу Следственного управления МВД России по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство или оборот этилового спирта. В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под домашним арестом. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проведена очередная проверка точек продажи шаурмы. Санитарные врачи проверили 22 предприятия общественного питания. Основанием для проверок явились жалобы покупателей на многочисленные нарушения. Проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. Как отметили в ведомстве, во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов. Рассылка налоговых уведомлений в Рязанской области практически завершилась. Их более 600 тысяч. Пятая часть направлена жителям в электронном виде. Напомню, имущественные налоги за 2017 год нужно оплатить в срок до 3 декабря. По сравнению с прошлым годом, количество налоговых уведомлений снизилось на 40 тысяч штук. Как отметили представители налогового органа во время пресс-конференции, связано это с предоставлением налоговых вычетов. Право на них имеют все пенсионеры, а также герои России и Советского Союза, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной и боевых действий. В том случае, если площадь земельного участка не превышает 6 соток, то налог с этого земельного участка, налог по такому земельному участку не начисляется. В том случае, если площадь превышает 6 соток, то налог начисляется за оставшуюся часть этого земельного участка. Применяется он по отношению к одному участку налогоплательщика на территории, соответственно, всей страны. Этот земельный участок налогоплательщик может выбрать самостоятельно, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию. Остальным налоги придется платить тем, кто это не сделает. До 3 декабря грозят санкции. Пени за просрочку, ограничение права на выезд за рубеж. Налоги могут взыскать принудительно. В адрес должников уже направлено более 160 тысяч требований об уплате налогов. Сумма задолженности – 370 миллионов рублей. Сейчас в базе данных налоговых органов состоит на учете 410 тысяч земельных участков и 665 тысяч объектов капитального строительства. Количество транспортных средств осталось на уровне прошлого года и составило 435,5 тысячи единиц автотранспортных средств. Для тех, у кого есть вопросы по уплате налогов, проведут день открытых дверей. 9 и 10 ноября жители региона ждут сотрудники территориальных налоговых инспекций. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Каникулы в школах закончились, но среди родителей до сих пор идут споры о том, что же лучше для детей – традиционная система отдыха или так называемая триместровая, когда каникулы через каждые 5 недель учебы. Оба эти системы используются, в чем их плюсы и минусы, узнала Мария Рудая. 11-классница Ксения Яныкина с интересом изучает расписание. Каникулы закончились и снова в школу. Но это нисколько ее не огорчает. Учиться Ксения любит. В будущем планирует стать врачом-хирургом. Каникулы по четвертям для нее привычны. Она всегда находит в себе занятия по душе. Во время каникул я либо нахожусь в городе и посещаю различные мероприятия, которые организовывает сам город, либо вместе с родителями путешествую по России. 14-я школа имеет многолетние традиции, хотя и от инноваций здесь не отказываются. Но не в вопросах каникул. По словам директора Виктора Гуськова, который отдал работе с детьми 16 лет, система образования на 90% акцентирована на четвертной вариант формирования учебного процесса. Пока удобнее по четвертной вариант формирования учебного процесса, поскольку, во-первых, это совпадает с общероссийскими мероприятиями, проводимыми в системе образования. Я имею в виду и олимпиадные движения, я имею в виду и всероссийские проверочные работы. Виктор Гуськов уверяет, родители активно участвуют в школьной жизни своих детей. И для того, чтобы изменить время каникул, необходимо обращение именно с их стороны. Но в большинстве своем родители точку зрения педагогического состава разделяют. Это удобно, но уже в дальнейшем можно проконтролировать успеваемость. Потом ребенку, я считаю, так легче адаптироваться. Ну и данные каникулы совпадают с общероссийскими выходными днями. То есть так я могу больше проводить времени с ребенком. В этом году при четвертной системе школьников ждут зимние каникулы с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 по 30 марта и, конечно, самые продолжительные летние с 1 июля. При триместровой системе дети уходят на каникулы через каждые 5 недель. Именно так происходит в 16-й городской школе. Мама и по совместительству учитель русского языка и литературы Светлана Коваленко считает эту систему более эффективной. Нет такой вот нагрузки психологической. То есть дети не устают. Естественно, это легче. Кажется, что время быстрее мчится. И вот иллюзорно создается впечатление, что прям вот у них больше времени для отдыха. По мнению директора Ольги Бабаевой, опасения по поводу того, что детям будет сложно включаться в процесс обучения после частого отдыха, не подтвердились. Она признается, многие говорят о сложности школьной программы и перезагруженности детей уроками. По ее мнению, как раз переход на триместровую систему каникул помог их разгрузить. К слову, перешли на отдых 5-1 в прошлом году. И результат не заставил себя ждать. Дети меньше стали болеть. И появилось больше желания, трудолюбие, усердие за эти 5 недель. Не только освоить программу, но и для начального, среднего звена накопить положительные отметки. В то время, как дети неделю отдыхают, у учителей появляется уникальная возможность обмена опытом и повышения квалификации. Также проходит работа по самым разным секциям и дополнительные занятия с учениками. А в свободное время школьники остаются детьми, ведь за загруженностью, ответственностью перед ЕГЭ и выбором жизненного пути именно детства им сейчас так не хватает. Какую бы систему каникул школа не выбрала и в том и в другом случае. В первую очередь учитываются интересы детей. Равномерное распределение учебной нагрузки возможно при почетвертном подходе и при триместровом. Главное – мотивировать школьников на получение знаний. А это уже зависит не от времени и количества каникул, а от личности учителя. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани откроется выставка книг и моделей копий военной техники. Она посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны. Выставка будет работать в Центральной детской библиотеке. На ней будет представлено около 30 уникальных моделей и большая подборка книг. Работы выполнены рязанцами. Выставка продлится до 26 ноября. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в Центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова